Комитет Державного контроля у Гомельской области выявил еще одну буйную несанкционованную звалку. Незвычайность ситуации у тем, что складировала отходы организации, якая повинна наводить парадок – Нараулянский спецлезгаз. На место выехал наш корреспондент Олег Сентюров. У Комитета Державного контроля у эту проверку называют позаплановой. В минулого месяца его специалисты выехали в Нараулянский район для того, как познайомиться со станом справ в местном спецлезгазе и практически одразу выявили факт творения лесниками буйной несанкционованной звалки. Причем на территории деяны повинны потребовать постоянный парадок. Комитетом государственного контроля Гомельской области в ходе проверки Нараулянского спецлезгаза был установлен факт, когда лесхоз, в обязанности которого входит защита и охрана леса, сам же его загрязнял. В ходе ремонта одного из лесничеств он вывез и захоронил в лесном массиве более 900 тонн строительных отходов, боя кирпича, шифера. Эта история почалась уже неюня 2017 года. Увезцы Антонов неколега, это был довольно великий населенный пункт, а ле после чернобырской катастрофы значная частка местового населенства переехала у иншей мессины. Отповедно незапотребованным оказался и буддинок школы, некаких наученцев стали возить на занятки у соседнюю вёску. Як выник, яго передали лесгазу, який частку побудовы знёс, а у остальных помешканьях выросил размясить лесничество. За два месяца эту идею реализовали на практице, только вот буддавничные отходы вывезли не на полигон, хоть на это и были предупреждены отповедные сродки, а у лес, что заявилось прямым порушением природаховного законодавства. Убачить эту звалку с дороги практически немогчима, что в принципе не дивно. Лесники добрые ведут мясцовость, а тому буддавничные отходы хвалим это на кирована, а маль 950 тонн сметя вывозили на протягу практически двух месяцев. За минулый час у лесгазе отбылся кадровые змены. По передней директор, по инициативе якого была створена гэтая звалка буддавничных отходов, он на роли уже не працуя. Нового призначили из иншого района и у сего крыху больше месяц. Тому каже, что до приезда специалиста держа контролю, об этом выпадку навод ничего не веду. Зараз проверка спецлезгаза протягивается, а лепа словах представников КДК, предприемство может отримать штраф у померы до тысячи базовых величин. При этом у любым выпадку звалку придется ликвидовать, а на забродженной отходами территории навести парадок. Планировали и раньше мы на подсыпку дорог, трошки нас не получилось со временем, а сейчас начнем уже вывозить на пониженные места для подсыпки дорог лесохозяйственных. Мы уже приобрели МКДОР, в лесхоз нас не было, а сейчас приобрели, техосмотр пройдем и начнем будут работать. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» на Равлянский район.